МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный враг России, а точнее Кремля. НАТО это главный враг ещё с советских времён. Своё спасибо Пентагону уже передали ВСУшники. Смотрите прямо сейчас в гражданской обороне. Оружие 21 века, шантаж, угрозы и новые желания депутатов Госдумы РЛ. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа. Эти кадры в конце прошлой недели сняли очевидцы в РФ недалеко от границы с Украиной. Россия наращивает войска у границ с Украиной. Кадры, которые до боли напоминают апрельское видео этого года. Мы видим очень много техники, которые стягиваются, в том числе из Центрального военного округа, это и танковые подразделения. Что задумали в Кремле, нам доподлинно неизвестно. Но, скорее всего, на фоне энергетического кризиса в Европе, спровоцированного Газпромом и правительством РФ, в Москве решили поменять информационную повестку. И нагнетание ситуации на наших рубежах – самый лёгкий и, к сожалению, обыденный вариант. На фоне напряжённости между Москвой и НАТО и США любое абсолютно перемещение наших войск по нашей же территории вызывает тревогу. Тем более, что сегодня отношения Москвы и НАТО переживают, пожалуй, худший период за последние 30 лет. Почему так всё случилось? И на что обиделась РФ? Гражданская оборона всё подробно объяснит. Можно и, наверное, нужно обсуждать все эти натовские мечты, разговоры про ядерную войну, про Финляндию в НАТО с некой долей юмора, но... Это сейчас подавляющему большинству россиян, которые подсажены на федеральные каналы, понятно, что НАТО – это главный враг России, который хочет захватить страну вечных скреп, насадить свои ценности и отобрать все природные богатства. У меня такое удушающее ощущение, что кто-то меня душит. Мне кажется, что это НАТО, поскольку блок НАТО разрастается словно раковая опухоль. А 20 лет назад всё было совсем по-другому. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. В это невозможно поверить, но молодой преемник Бориса Ельцина Владимир Путин абсолютно серьёзно обсуждал и рассматривал возможное вступление РФ в ЕС и полноценное членство в НАТО. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Я помню хорошо времена, когда Россия обсуждала с НАТО даже сотрудничество очень крепкое. И вывод российских баз из Молдовы, из Грузии. Всё это было. И вы всё это не оценили. Но, как вы уже догадались, идиллия продолжилась недолго. Они носители прогресса, а мы носители непонятно чего. В Москве, как всегда, на что-то обиделись. И то, что приняли в НАТО страны Балтии и начали переговоры о ПДЧ с Грузией и Украиной, он это воспринял как личное оскорбление, как то, что НАТО перешло некую красную черту. А потом в Кремле и вовсе поняли, что намного выгоднее для сохранения власти иметь образ большого страшного врага, которым можно постоянно запугивать население своей страны. В случае чего США, по мнению партнёров из Великобритании, Австралии, Японии и всего Европейского Союза, должны уничтожить Россию первыми и без предупреждения. И НАТО как нельзя лучше подошло на эту роль. То настоящий хозяин в Чёрном море американцам уже показал наш Черноморский флот. Ну и тут, как говорится, понеслось и полилось из всех щелей. Россия единственная страна, которая способна превратить Америку в радиоактивный пепел. Провокации готовы. И если какое-то время Запад и Россия в лице Кремля пытались сохранять хоть какую-то видимость нормальных отношений, то после нападения на Грузию, отравления Скрипалей, аннексии Крыма и семи лет войны на Донбассе своей агрессивной политикой Кремль отрезал себе все пути к нормальному диалогу. Американские сенаторы, призывающие выслать из США 300 российских дипломатов, похоже, плохо понимают, о чём говорят. Но что же всё-таки стало последней точкой? Просто непонятен повод, что вот именно вызвало такого рода действия, закрытие миссии, потому что вроде бы формального повода не было. Но что делает Россия? Кремль Путин обижается. А чё так можно было, что ли? Так вот, обиженные в Кремле подумали и решили отозвать остальных дипломатов. И в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя. Страны НАТО спят и видят, как бы захватить все богатства и ресурсы РФ. Подобные мысли ежедневно пытаются вбить мозги россиян пропагандисты. Не смей смотреть Соловьёва! Не смей тебя это зазомбирует! Но на самом деле очевидно, что владельцы этих ресурсов и так уже давно на Западе. Все украденные деньги там. Семьи, дворцы, квартиры и машины тоже. Мне это ничего не удивляет. И не правда ли было бы намного патриотичнее жить, учить своих детей и тратить деньги здесь, у себя на родине, в России? Вот это был бы удар по НАТО! Потому что они привыкли постоянно ездить, отдыхать на яхтах или там шоппинг делать на выходных, деньги там в Лондоне или в Ницце. А тут вдруг сейчас проблемы возникли. Причем проблемы как со стороны Запада, так и со стороны России. Может, вывезя всех ура-патриотов из такого им ненавистного Запада, Россия сможет наконец-то побороть свою политику двойных стандартов? Визит министра обороны США Ллойда Остина в Украину тоже заставил Кремль изрядно понервничать. По приезду в Киев Остин опубликовал твит, в котором сообщил, что цель его приезда – выразить поддержку территориальной целостности Украины и готовность развивать ее способности отражать российскую агрессию в будущем. Военный блок НАТО в самое ближайшее время начнет переброску своих войск в район Черного моря. Причина – возможная война с Российской Федерацией. Внеблоковый статус Украины не мешает нам проводить международные учения и открывать тренировочные центры на своей территории. Хотя у правительства РФ свои мысли по этому поводу, естественно. И вы правы, конечно, когда говорите, что формальное членство в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. Снять ограничения на поставки оружия Украине – это тоже одна из главных задач и целей на ближайшее будущее, чтобы сдержать агрессора. Подлетное время от Харькова, скажем, до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красное или не, или нет? Так что пока в России что ни неделя, то новый разрыв шаблонов. Я подумал, ну не может такого быть, чтобы в 21 веке было такое. Ну не может такого быть, чтобы люди, которые с нами были одним народом столько лет, творили такое. После флешмоба украинских школьников их накрыла новая волна. Как говорится, пришла беда, откуда не ждали. Апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью. Напомню, это коллекция из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014. Значит, крымское золото возвращается на Украину. Вы почему-то присвоили себе право отнимать чужое имущество. И эта новость в очередной раз доказывает – Крым – это Украина. И как бы Кремль и его ручные пропагандисты не пытались доказать, что все уже давно признали захват полуострова, голландский суд четко дал понять и показал своим решением позицию всего цивилизованного мира. И ничего удивительного в этом нет. Естественно, для российской власти это тоже воспринято чуть ли не как оскорбление России. Они именно так это воспринимают. Не с точки зрения юридической справедливости, а именно чисто политически. Это как бы оскорбление великой России. Но в Кремле тоже решили показать Кузькину мать хоть кому-то. И предприняли план по заморозке Молдовы. А у нас в квартире газ, а у вас безобидный вопрос из нетленного стишка Михалкова для двух с половиной миллионов молдаван нынче звучит как издевка. Россия угрожает прекратить поставки газа в беднейшую страну Европы. Зачем, спросите вы? Все просто. Это просто мелкая месть тщедушных кремлевских правителей президенту Молдовы Маи Санду за выступление на крымской платформе. Как-то не очень по-мужски не находите. Хотя о каких мужских поступках можно говорить в отношении кремлевских чинуш? Если не будет произведена оплата за уже поставленный газ и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря, то Газпром остановит поставки газа в Молдову. Сегодня про европейскому президенту Молдовы стали вспоминать старые долги, которые никого не волновали в РФ, когда президентом был прокремлевский Игорь Дадон. Всему есть границы терпения. И молдавские власти сами своими руками провоцируют кризис. Так что РФ, Кремль, Москва в очередной раз продемонстрировала, что именно газовый вентиль – их главное оружие в 21 веке. И подобное давление ожидает каждого, кто однажды пойдет на компромиссы с агрессором. У нас, как всегда это бывает, вы знаете это на выражение, по результатам чего бы то ни было, у нас всегда награждают непричастных и наказывают невиновных. На фоне ужасающей ситуации с распространением коронавируса и новым локдауном, депутаты Государственной Думы РФ не перестают удивлять. Проблему уже поднимает молодой депутат Анатолий Вассерман. По его словам, 10 утра – это слишком рано для начала заседаний. В такую рань приезжать приходится – это просто невозможно. Здоровье же важно, законы мы обязательно все примем. А как же поговорка «кто рано встает, тому Бог дает? Нет, не слышали?» Или у них и так уже все есть? Хотя нет, оказывается, нормальной столовой им в Госдуме не хватает, не доедают. Депутат от КПРФ Николай Харитонов пожаловался, что из-за антиковидных ограничений в Думе два года нет нормального питания. И предложил открыть столовую с питанием по фракциям в определенное время. О народе думайте, а не о том, как свои животы набить. Но российское правительство и депутаты привыкли решать только свои проблемы и думать только о себе и своем ближайшем окружении. Своих врагов они мастерски делают врагами всего российского народа. Они угрожают и шантажируют страны, а когда им пытаются дать отпор, подключают все свои пропагандистские войска, чтобы в очередной раз отбелить себя и очернить весь мир.